Всем привет! У нас сегодня ногти, с виду, казалось бы, абсолютно обычные. Ну да, немножко запылились, но сегодня не об этом. Сегодня о таком интересном состоянии, невидимом, но очень неприятном. Называется оно под ногтевые мозоли, околоногтевые, внутрипазушные, короче, по-разному называют это состояние, но смысл заключается в том, что визуально все выглядит так, как будто бы все почти что в порядке. Я, кстати, начинаю обработку этих самых мозолей именно с обработки специальной пенки. Это пенка антибактериальная, в общем, это то, что заменит нам мытье ног, особенно если клиент стесняется, что ножки не свежие. В общем, нанесли пенку, дальше ее нужно просто убрать с помощью одноразовой безворсовой салфетки, и сейчас будем рассматривать, будем смотреть, что же там такого может у клиента доставлять ему неприятности. А неприятности действительно есть, несмотря на кажущуюся простоту ситуации, казалось бы, ну, чуть-чуть отросли ногти. Да, давайте уберем длину. Я для этого буду использовать приморежущие кусачки. Обратите внимание, что отстригаю свободный край я очень ровно, то есть углы я убирать не буду. И это очень важный момент. Чаще всего проблемы с ногтями начинаются как раз-таки с неверного подстригания свободного края. То есть люди пытаются убрать все-все-все и срезают не только то, что нужно, но еще и то, что трогать не надо, а именно вот эти уголки. Обратите внимание, здесь я их оставляю. Тут кое-что вспрело под ноготочком, я тоже уберу. Скорее всего, это сам ноготь натер кожу. Такое бывает, это ничего страшного. Переходим к следующему пальчику. Он, кстати, у нас будет таким, наверное, самым проблемным, на мой взгляд. Потому что на этих ногах второй и третий палец у нас получаются чуть-чуть длиннее первого. И вот здесь тоже есть нюанс, потому что люди очень часто выбирают обувь почему-то именно по первому пальцу. Хотя надо ориентироваться на самый длинный. Ведь потому что если первый у вас поместился, второй и третий могут не влезть. У меня абсолютно такая же проблема, так же, как у этих ног. Потому что это не чужие мне ноги, это ноги моей сестренки Лизы, у которой пальцы, в принципе, наверное, один в один, как у меня. Вот у меня прямо такие же. И как видите, когда я распрямляю второй и третий пальчик, мы можем наблюдать, что они чуть-чуть длиннее первого. И в обуви часто получается так, что они просто сминаются внутри ботинка и натирают как раз-таки именно на вторых и третьих пальчиках. Я тоже страдаю от подногтевых, околоногтевых мозолей на этих пальцах и постоянно испытываю сумасшедшее желание что-нибудь там где-нибудь отковырять. Собственно говоря, она сделала то же самое. Я уже выкладывала обработку ее пяток. Есть у меня и в ленте, и в шорцах длинные короткие разные ролики. Я говорила, что она там наковыряла. Наковыряла она еще и на ногах. Там на большом пальце прямо будет хорошо видно. А здесь я показываю, что ее ноготь, к сожалению, имеет скрепкообразную форму. То есть, если смотреть в торец, то он из такого состояния более-менее ровного, арочного, резко превращается в загнутый. Ну, то есть, вот похоже реально прямо на скрепочку. И это на самом деле доставляет вообще много-много-много неприятных неприятностей. Потому что ты ходишь, это постоянно тебя раздражает, ты это постоянно чувствуешь. А виной всему вот эта вот штучка, видите, да? Это и есть та самая подногтевая мозоль. Проблема в том, что ее нельзя просто вытащить или нельзя ее просто отрезать. Как видите, я ее слегка подтягиваю. Вот какая-то часть удалилась сразу, а какая-то еще останется там внутри. И на самом деле, обработка, правильная обработка таких мозолей, она очень-очень сложная. И я искренне верю и точно знаю, что человек, который не страдал таким, ну, так скажем, недугом, он не способен понять другого. Потому что вот это чувство постоянной давящей, иногда сжимающей б***я... Ой, такое слово нельзя было говорить, да? Короче, я его запикаю. В общем, это постоянное чувство неприятное, которое у тебя там присутствует. Оно начинает тебя прям вот... Оно тебя преследует, оно тебя не отпускает. Это прям становится невозможным. И, как видите, это просто плотная кожа, которая там собирается. Она не слущивается. Эта кожа там уплотняется не просто так, а по причине того, что вот этот маленький уголочек, вот эта стеночка, она просто постоянно трется о кожу. При ходьбе с каждым шагом, с каждым движением. И на выходе мы получаем вот такую штуку. Как видите, вот на втором пальце я уже ее смогла подвывернуть. Я с помощью кюретки как бы легонько ее начинаю подвыворачивать и выгребать. Дальше у меня в ход пойдут фрезы. Но будьте внимательны, надо, чтобы кюретка была безопасная. Я чуть позже, наверное, по-моему, ее показываю, да, в кадре. Моя кюретка имеет гладкий, идеально гладкий, точно проверенный край. И это значит, что я совершенно точно не поцарапаю клиента. Потому что если будет остренькая, неподологическая, стоматологическая кюретка, она там называется, по-моему, тампонодержатель, поправьте меня, если я не права. В общем, неправильная кюретка, она вам там все расцарапает, и будет дырка, а не помощь человеку. Вот. И еще раз, да, возвращаюсь к тому, что если ты сам через это не проходил, это очень тяжело понять и, соответственно, тяжело понимать, как на самом деле нужно с этим сработать. Я знаю, сейчас налетят и напишут, там, да кто-то такая, чтобы об этом рассуждать. Я человек, у которого такая проблема есть. Я человек, который ходил к специалистам, у которых нет такой проблемы, которые смотрели и говорили, а у тебя здесь все хорошо. Ну, когда-то давно я с этим обращалась, я никогда не понимала, почему мне никто не может помочь. Потому что, оказывается, у них просто нет таких сложностей, и они не могут на себя это спроецировать. Ну, так уж устроен человек. В общем, так или иначе, будем считать, что мне повезло, что со мной такое приключилось. Соответственно, я могу понять этих людей, а значит, могу решить их проблему. И решать проблему надо очень деликатно. Хотя вот сейчас смотрю на видео, что-то деликатное это не очень выглядит. Хотя на самом деле все делается очень медленно. Здесь видео специально, без ускорений. И аккуратно. А вот тут, кстати, вообще классная история. Тут у меня Елизавета решила, что она тоже немножко в душе подолок. Ну, или как минимум мастер-педикюр. Хотя, вообще-то, она парикмахер. И, естественно, нормальных кусачек у нее дома не было. Ей же негде взять, у сестры ведь не попросить. Сами понимаете. В общем, она что-то там отрезала себе. Видите, какой кусок непонятный остался. Вот она, эта неровная стенка, которая дальше будет причинять дискомпот. Вокруг нее будут образовываться те самые мозоли. Она, видимо, что-то там все-таки отковыряла. А также такое неправильное подстригание может вызвать врастание ногтевых пластин. Но это сами знаете, чем потом заканчивается. Ну, а тут ясно-понятно промахнулся человек. Это, кстати, не я сделала это, а она сама. Молодец. Такая постаралась накануне, поковыряла. Я говорю, что ж ты мне-то не сказала ничего? Я говорю, я бы тебе там, ну, не знаю, помогла, как-то бы решила вопрос. Вот все-то надо у нее спрашивать. Ну, ладно, слава богу, встретились мы с ней там где-то в ночи на педикюрном кресле, да? Здесь тоже стенка абсолютно такая же. Точно так же она, ну, не знаю, как это правильно сказать, раскрошена, испорчена. В общем, она не имеет ровного края, потому что в правильном состоянии все уголочки должны просматриваться, должны выходить наружу. Они ни в коем случае не должны втыкаться в кожу, потому что если они будут втыкаться, это либо врастание, либо будут оконогтевые мозоли. Причем это зависит как бы от тяжести, от стадии там вот этого всего и от того, насколько глубоко до этого человек вырезал. Вот сейчас очень хорошо видно на кюретке вот этот вот рваный уголочек. Такого быть не должно. И что тут нужно сделать? По моему мнению, в идеале вообще здесь поставить коррекционную систему на такие ногти, потому что скрепкообразная деформация, она, ну, с ней никак не справится, ее только нужно корректировать. Мы сейчас опустим вот этот момент, да, про обувь и вот это вот все, потому что ни Лиза, к сожалению, не соблюдает те правила, про которые я говорю, ни тем более я, потому что я человек, который ходит в тухлях. И я пишу их через букву ХЭП и говорю точно так же, потому что у меня нет другого названия для этой адской обуви, но, к сожалению, иногда в последнее время все чаще мне приходится. Тут, кстати, мы уже перешли к обработке и фреза у меня алмазная то ли капля, то ли морковка, там кто как ее называет, но знаете, в чем прикол? Она здесь не подходит. Фреза-то хорошая, все нормально. Если бы были нормальные ногти, я бы делала обычный педикюр, все было бы просто чудесно, но кожа вот в этих вот мозолях, в этих пазухах, она такая чуть резиновая, плотная, тянущаяся. И мелкий абразив красной фрезы, он, к сожалению, тут работает не так, как нам надо. Здесь нужно брать либо синюю, либо зеленую. Кто-то работает фрезой в форме иголочки, я все равно выбираю чаще всего с тупым кончиком фрезы на педикюре. Ну, иногда, конечно, бывает берешь то, что есть, но вот в данном случае у меня было право выбора, то есть были под рукой необходимые фрезы, и я выбрала все-таки синий поясок. Если кто не знает, красный это более мягкий, а синий это более грубый абразив. Вот есть еще абразивы, которые бывают между красным и синим, она бы тоже здесь могла подойти, но под рукой у меня было только вот эти две, поэтому я их использовала. Ну, так вот, синий абразив, он помогает как бы своими вот этими грубыми крупинками, которые на фрезе алмазными находятся, он помогает это все подцеплять и правильно выгребать. В общем, если вдруг у вас не вычищается вот эта подногтевая мозоль, вам нужно сменить абразив. И это может быть индивидуально на разных клиентах, это может быть индивидуально на разных типах кожи. В общем, ориентируемся по ситуации. Если чувствуем, что проскальзывает и просто зашлифовывает, значит абразива недостаточно. И вообще, вся эта история, на самом деле, она, можно про нее сколько угодно рассказывать, но реальное понимание через голову, оно приходит только с опытом. В общем, возвращаясь к тому, что с этими ногтями делать. Мы сейчас, кстати, закончим здесь это все вообще тампонадой, которая является временным решением для облегчения состояния вас или вашего клиента. Я покажу чуть позже, как эту тампонаду я делаю. Я прямо вот на этом видео, пока это все я обрабатывала, я и сказала, я тебе дам кюретку, дам материал для тампонады и, пожалуйста, делай это сама. Я говорю, здесь много ума не надо. Но это правда, на самом деле, очень-очень легко делать. А в идеале корректировать такое состояние нужно с помощью скоб. И титановая нить нам здесь вообще никак не подойдет, потому что титанка это клеевая система, приклеивается она на композит, и она вот эти уголочки, которые у нас проваливаются, нам не поднимет так, как нужно. Поэтому тут нужно осваивать новые виды коррекционных систем. И поставить 3ТО, например, скобу на вот этих вот малышей, которые второй и третий, очень-очень тяжело. Поэтому подойдет другая коррекционная система, она тоже крючковая, она называется Unibrace. Сейчас отвлекусь. Вот здесь видели, да, сравнение двух тряпок. Прикол вообще. Я говорю, сейчас принесу каполин для того, чтобы себя затампонировать. Значит, встаю, иду за этой катушкой с каполином. И на коленях у меня в момент обработки лежала салфетка, которую мы нарезаем, знаете, с чего? С простыней, вот эти массажные простыни. Мы покупаем большие простыни и режем их на кусочки для того, чтобы вот где-то постелить, потому что что-то такое использовать. И оказалось, что каполин и массажные простыни выглядят абсолютно одинаково. Я не знаю, может быть, нас обманывают производители, продают нам задорого каполин из той же ткани, что и простыни, а может быть и нет. В общем, если кто в курсе, из чего там это делается, напишите. Но смысл всей тампонады, естественно, мы поставили каполин, никакой простыни не запихивал. Естественно, смысл всей тампонады заключается только в одном, в разъединении той части, кусочка, ногтя, который трется о кожу и самой коже. То есть нам нужно этих товарищей разлучить, чтобы они между друг другом не контактировали. И все тампонирование выглядит как ничто иное, как просто подтыкивание вот этой вот ткани под угол ногтевой пластины. Ну, то есть я обычно объясняю, как будто одеялко подтыкиваешь для того, чтобы было тепленько. Вот. И самое интересное, что материал для тампонады, он обычно не гниющий, то есть он синтетический, нетканный, и он не будет там протухать. Портиться, короче, не будет, потому что надо понимать, да, что это же ноги, мы ими ходим, они там потеют, там еще там воняют, и вот это вот все. Ну, будем реалистами, да, да, ноги воняют у некоторых людей, иногда у всех. Короче, с кем не бывало? Ну, напишите, есть тут цветы, у кого вообще никогда ноги не пахли? У меня просто бывало. Вот. Это еще от обуви, на самом деле, зависит. Ну, в общем, так или иначе. Так или иначе. Мы будем ходить с этой тампонадой, конечно, нам нужно сделать так, чтобы она там не испортилась, чтобы там в ней что-нибудь не завелось. Поэтому она должна быть из такой ткани, которая не будет портиться. На самом деле, еще материал для тампонада много разных. Есть каполина или каполайна, его кто-то называет, лигозана, по-моему, еще там какая-то губка, много разных названий. Можете еще накидать в комментарии, если кто-то там, ну, помнит название. Я и много разных названий в моей голове, мы никак не уживаемся, поэтому этого от меня ждать не стоит. Смысл заключается в том, что нам надо разлучить нашу несчастную стенку ногтевой пластины и эту самую кожу, чем мы, собственно говоря, здесь занимаемся. Вот опять я стала рассматривать, блин, они прям вообще очень сильно похожи. Чуть-чуть отличаются, может быть, плотностью. Если здесь есть люди, которые знают, что там и как, вы, пожалуйста, напишите. И вот сейчас прям классный момент. Мне он очень понравился, я его оставила. Видите, как мягко кюреткой подправляется туда все вовнутрь. Сейчас я снова заверну этот уголочек. Прям мне даже самой нравится смотреть. Это действительно классно. И знаете, что в этот момент человек чувствует вообще потрясающее облегчение. Потому что помимо того, что тампонада нам создает вот это ограничение, вот эту прокладку, тампонада еще, внимание, приподнимает вот этот скрепкообразный уголочек. И это прям неописуемый кайф. Я вам точно могу сказать, я сама человек-тампонада, поэтому я точно знаю, о чем я говорю. У меня тампонада вообще всегда со мной. По-моему, это видео перегружено словом «тампонадом». Но главное, чтобы было полезно. Кстати, не забывайте там писать, полезно вам или, может, вообще неинтересно. Может, я зря тут сижу и показываю вам эти 100-500 миллионов тампонад. В общем, натолкали, все сделали. Сейчас еще будет со второй стороны. И, собственно говоря, потихоньку будем закругляться. Вот здесь тоже очень показательный момент. Я положила треугольничек, и мы снова ее туда заправляем. Прям классно. Ладно, пока я доделываю тампонаду, вы досматривайте, запоминайте. Специально делаю медленно. Лиза моя научилась. Я думаю, что и вам должно это помочь. И продолжая наш разговор о коррекционных системах, я хочу сказать, что на скрепкообразную деформацию ногтей очень хорошо встанет такая система, как Unibrace. Можете набрать в интернете. И я тоже ее скоро обязательно покажу, потому что я просто горжусь этим. Мы отучились на нее. Я давно хотела, я очень сильно мечтала. Я давно пробовала это у Лены Поробовой. У меня даже есть на канале видео прямой эфир, где мы ставим мне на второй, на третий, вот на такие же мои пальцы, эту самую коррекционную систему. И это нереальный кайф, потому что действует она быстро. Она вот реально дает мгновенный результат. Тебе прям сразу классно. Ты чувствуешь, как это все поднимается, и ногти раскрылись. И у меня есть этот контент. Кому не влом, зайдите ко мне в трансляции и посмотрите. Не так много у меня, кстати, сохраненных трансляций, поэтому найти проблем не будет. Именно в тот момент, несколько лет назад, я всей душой полюбила эту коррекционную систему и давно мечтала попасть на курс. И вот, собственно говоря, это с нами случилось. Поэтому скоро ждите новые видеоролики. Коррекционная система представляет собой просто одну цельную проволоку, которая определенным образом сгибается, собирается, и в итоге получается классный результат. Но об этом чуть позже. Тут мы с тампонадой закончили, и вот сейчас я показываю как раз-таки торец ногтевой пластины и то, как выглядит эта скрепкообразная деформация. Видите, там даже пятнышко осталось, это Лиза что-то. Что-то она там выковыривала. Это вторая уже нога, и очень хорошо видно этот угол. Вот представляете, каково с этим ходить. То есть это постоянно все мысли о нем и о нем. Ну и тут уже сразу у нас вариант, когда мы затампонировали. Вот так это выглядит. Я надеюсь, что скоро Лизе мы тоже поставим коррекционную систему. То, что я хожу, и я обалдею. А вам всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока!